После завершения мультсериала «Трансформеры. Трилогия Праймов» производственные студии объявили о начале новой трилогии, название которой «Трансформеры. Война за Кибертрон». А в первой главе «Осада» нам расскажут о начале войны между автоботами и десептиконами. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Trans The Face Masterpiece. В сегодняшнем обзоре я расскажу вам о фигурке рефрактора по грядущему сериалу «Трансформеры. Война за Кибертрон». Кто же такой рефрактор? Рефрактор – это уникальный трансформер, который состоит, вы не поверите, но он состоит из сразу трех личностей – Спектра, Спайк Гласса и Вьюфайндера. Меня немного смутило, что на коробке написано «Рефрактор», а когда я читал об этом персонаже, всплыло сразу три имени, но в итоге последствия я разобрался. Почти постоянно эти три личности говорят и действуют как единый разум в трех телах. Вместе они трансформируются в фотоаппарат, а по отдельности каждый из них соответственно отвечает за определенную часть и функцию этого девайса для съемки. Отсюда их совместное наименование – рефрактор, которое, как вы можете уже догадаться, отсылает на физический термин рефракция, то есть преломление света. Но сейчас перед нами что-то большее, чем обыкновенный трансформер-фотоаппарат. Теперь это официальный участник армии десептиконов на Кибертроне, а если точнее, то рядовой наземных войск, отвечающий за шпионаж. И теперь каждая личность рефрактора имеет свой альтернативный режим, пускай и подобный друг другу. Коробка серии «Осада» выполнена в абсолютно новом для меня каком-то космическом стиле. Такие коробки – это настоящее произведение искусства. Я, конечно же, готов все видео описывать вам одну только эту коробку, но, боюсь, многим это не понравится. Поэтому упомяну только о самых интересных моментах, на мой взгляд. Новизна коробки в том, что она имеет красивый уголок на лицевой стороне. Боковая часть уголка демонстрирует нам арт этого персонажа. На официальном логотипе можно заметить эффект грязи и потертости. Мне, честно говоря, даже изначально показалось, что коробка замаралась. Но это свойственно таким фигуркам, потому что они выполнены в стиле Battle Damage. Арт просто потрясающий. Видно, что каждая деталь просто реалистична, максимально реалистична и продумана до мелочей. А также при должном освещении можно увидеть некоторые интересные моменты. Это, во-первых, знак, логотип тоже компании Трансформера, его имя и кибертронские надписи. В комплекте идет кратенькая инструкция, которая открывает лишь завесу тайной трансформации, оставляя засекреченными остальные фишки. Не знаю, самим что ли догадывается или что, но в инструкции больше ничего не говорится, поэтому она абсолютно практически бесполезна. Ну и, наконец-то, настало время рассмотреть полностью фигурку. По своему образу фигурка напоминает гладиатора, а его оружие еще больше, это подчеркивает. Шлем красиво обтекает всю голову Трансформера, а на его лице такие, знаете, небольшие нотки прямых углов, что свойственно Трансформерам первого поколения, и это довольно прикольно. Помимо грудной пластины не оставим без внимания то, что находится под ней, потому что тут прям, ну, ярая имитация внутренних органов Трансформера, которая просто восхитительно передана. На внутренней части голени тоже есть какие-то скрытые механизмы, которые так прям невооруженным глазом не увидите. Сзади хоть и есть пустые места, но все они заполняются при Трансформации, поэтому минусом это я не считаю. Наконец-то уделили должное внимание проработке оружия, и теперь оно не малюхонькое, а массивное. Пушка так вообще выполнена просто на высоте. Голову можно прокрутить на 360 градусов, немного она еще так наклоняется и откидывается назад. Рука крутится на 360 градусов, вот так вот, откидывается в сторону, в локте она сгибается отлично, за счет того, что здесь присутствуют два шарнира, и в плечевом суставе также прокручивается. Еще и к тому же кисть мы тоже можем отодвинуть полностью назад. Как обычно, по классике, туловище практически у всех трансформеров может прокручиваться на 360 градусов, за счет того, что это потом движение понадобится в трансформации. Ноги в тазовом суставе вы можете двигать как только ваше душе угодно, вперед, назад, право, влево, и как только захотите. Здесь у него практически никаких ограничений нет. Бедро также прокручивается на 360 градусов, особенно это круто видно, когда нога находится в горизонтальном положении. В коленях может сгибаться на 90 градусов, в принципе, больше не нужно. Также носок мы можем опустить полностью вниз. И еще одна функция, которую я нашел собственное применение, для чего официально эта функция нужна, я не знаю. То есть стопа может сгибаться внутрь на 90 градусов, не знаю, для чего это нужно, но если вы знаете, напишите в комментариях обязательно. Пушку можно закрепить на руке, в ладони, на ноге во внутренней части и на его ногах снаружи. Можно закрепить пушку даже на груди. Конструкция для закрепления щита самая оптимальная и правильная. Только так можно продемонстрировать применение этого девайса. Для трансформации первым делом мы должны прокрутить его голову на 180 градусов, опустить вниз и задвинуть в эти отверстия его кисти. Прокрутим туловище на 180 градусов и задвинем назад его руки. Поверните руки так, чтобы можно было закрепить их на туловище с помощью вот этого вот стержня. Вот здесь вот таким вот образом. И правую, и левую. Вытаскиваем из ног подводные крылья и прокручиваем их на 180 градусов. Не бойтесь, оно вот в этом моменте щелкает. Далее поворачиваем ноги, опускаем его носки и закрепляем вот здесь оружие. После этого соединяем оружие со второй частью палубы, наверное. И всю эту конструкцию также закрепляем с помощью вот этих вот всех элементов. Далее убираем с груди пропеллер и устанавливаем его в части головы. Вытаскиваем грудную пластину здесь и здесь. И затем соединяем с помощью этих отверстий, формируя некий внешний люк, наверное. Устанавливаем щит как финальный элемент. Для этого мы должны повернуть его вот этим вот прозрачной частью к пропеллеру. И вставить вот этот стержень вот в это отверстие. И там дальше тоже соединить. Тем самым образуя такой некий корпус задней корабля. В итоге мы получаем корабль на подводных крыльях, скорее всего. А может быть и какую-то кибертронскую технику, которая неизвестна человечеству. Ну, во всяком случае, это корабль. Это точно. Мне нравится, что оружие непосредственно неотъемлемая часть альтмода. И не нужно крепить его фиг пойми где. Или вовсе забросить куда-то, а потом потерять. То есть в таком положении точно оружие не потеряется. И всегда будет при вашем трансформере. Но лично по мне это еще чем-то напоминает просто какое-то оружие. Вот, например, в которое трансформировался Шаквейв из серии Войны Комбайнеров. Вот что-то, какие-то аналогии приходят мне на голову. В любом случае, это довольно странная трансформация. Но меня она ничуть не напрягает. Потому что я уже устал от трансформации машин, самолетов, динозавров. Хочется чего-то нового, неизведанного. И поэтому мне кажется, что дизайнеры нормально справились со своей работой. Но если вас мои слова не убедили, тогда вперед. Я придумал свою собственную трансформацию для вас. Специально для вас. Действий потребуется сделать немного. Во-первых, вытащим щит. Также отсоединим его грудную пластину. Уберем пропеллер. Тоже бесполезная здесь вещь. Выдвинем здесь его руки и прокрутим их на 180 градусов. И установим таким образом, как подставку. И затем просто опустим, как раз применение этого механизма. Опустим эту пушку и получим пушку. Скорее всего, это будет так. Хотя можно придумать более какое-то интересное название. Но это, кстати, не единственный вариант креатива, который можно придумать. А вот и второй вариант, который, как мне кажется, больше напоминает антенну. Здесь я сделал действий немного. Просто раздвинул вот эти подставочные элементы. И вставил пушку. Точнее, вставил щит в пушку. И просто получил что-то похожее на антенну. Конечно, это может быть не антенна. Но это уже как разыграется ваша фантазия. Не забываем, что есть еще трансформация фотоаппарат. Поэтому, как ее осуществить, я вам сейчас продемонстрирую. Поворачиваем его ноги на 180 градусов. И прокручиваем тело также на 180 градусов. Поворачиваем его руки в стороны. И поднимаем вот здесь вот. Затем прощелкиваем вот так вот немного наверх. Еще раз поворачиваем в сторону. Поднимаем вот здесь. И прощелкиваем наверх. Затем поворачиваем их. Точнее, отодвигаем назад. И выдвигаем вот эти части, чтобы они нам не мешались. Затем вам нужно будет соединить ноги и руки за счет вот этого отверстия. Далее вновь двигаем вот эти элементы. Чтобы они полностью слились с этой конструкцией. И соединяем вот здесь в ногах. Везде всякие недостающие части. Что делаем дальше? Дальше берем наш пропеллер. И устанавливаем его вот здесь. Это уже, как виднеется, основная центральная часть фотоаппарата. Затем вставляем пушку в пропеллер. Формируя одну из подставок нашего фотоаппарата. И щит также вот здесь с помощью отверстия сюда вставляем. Это был последний обзор в этом году. И он подошел к концу. Я хочу поздравить вас с наступающими праздниками, с наступающим Новым Годом. Впереди у вас, у многих предстоит целая неделя отдыха. Проведите ее с пользой, обязательно продуктивно. И хочу, чтобы в наступающем Новом Году выполнили все свои самые сокровенные цели, желания. Хочу, чтобы они не просто так исполнились, а вот чтобы вы именно получали удовольствие от их выполнения. Получали удовольствие от того, что вы приобретаете себе в коллекцию фигурки. и делайте другие вещи, которые вам нравятся. Самое главное, чтобы нравилось вам. Я вас всех очень ценю и очень рад, что у меня есть большая аудитория, которая смотрит мои обзоры. Спасибо вам большое. С наступающим вас и пока, ребята.